Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Друзья, приготовим сегодня японский хлопковый чизкейк. Только он будет у нас с вами гораздо вкуснее, не будет никакого яичного привкуса. Вот приготовьте и сами в этом убедитесь, какой он будет нежный, тает во рту. Для этого нам понадобится 500 грамм домашнего жирного творога, также 8 яиц разделяем белки и желтки, и белки загружаем в миксер и взбиваем со щепоткой соли до пенного образования. Тем временем желтки перегружаем в творог, также добавляем 100 грамм сливки 32 процента жирности и все тщательно перетираем, измельчаем блендером, чтобы у нас не осталось ни одной крупиночки. Белки тем временем взбиваются, взбились уже до пенного состояния и начинаем понемногу частями добавлять сахар и продолжаем взбивать практически до жестких пиков. Вот белки наши взбились, шелковистые, прекрасные. К творогу мы добавили ванильный сахар, еще раз все измельчаем, добавляем цедру апельсина одну столовую ложку, растопленное сливочное масло, крахмал одну столовую ложку и просеиваем 60 грамм пшеничной муки. Все тщательно перемешиваем и будем добавлять понемногу частями взбитые белки. Все аккуратно перемешиваем, легкими движениями сверху вниз, чтобы белки у нас не осели. Заранее мы подготовили форму 22 сантиметра, застелили борта пергаментной бумагой, также низ и будем выкладывать наше тесто. Но обратите внимание, форму с тестом я ставлю в стеклянную мисочку, потому что мы будем готовить на водяной бане. Противень будем наливать воду. Если у вас нет такой стеклянной мисочки, то дно формы обверните в два слоя фольгой, чтобы вода ни в коем случае не проникла в выпечку вовнутрь. Вот мы ставим уже на противень, на противень наливаем воду, закрываем духовку и выпекаем на протяжении полтора часа, час и 30 минут при 160 градусах. Конечно, духовки у всех разные, поэтому возможно для начала поставьте таймер на час, проверьте готовность шпажкой, она должна быть сухая, а там дальше уже принимайте решение или вы выключаете или дальше продолжаете готовить. В любом случае после приготовления духовку нужно полностью выключить, это понятно, и оставить еще запеканку до полного охлаждения в духовке. То есть на момент как бы приготовления она у вас должна быть не полностью проготовленная. Шпажка, возможно, будет немножечко как бы влажная. Ну это нужен, конечно, уже опыт. Если вы будете готовить не один раз, то у вас все обязательно получится. Но как вы видите, запеканка божественная, очень нежная, как я вам и обещала, рыхлая, рассыпается. Но это вкуснотища, просто не передать, а нужно обязательно приготовить. Всего вам доброго, мои хорошие. До новых встреч. Пока-пока.